С самого начала я начал с мячом возиться с папой, ходил на игры его. Затянул, понравилось. Но потом уже, я думаю, каждый родитель любого, наверное, пацана, так сказать, хотели бы, чтобы он занимался либо хоккеем, либо футболом, либо еще чем-то. И пробовал во всем тоже. Также и на танцах был, пробовал, на гимнастику ходил. Но понял, что футбол это то, что я готов просто пахать, умирать на поле или еще что-то. Сколько лет пришло тебе осознание, что футбол это твое место в жизни? Ну, я думаю, где-то уже ближе годам к десяти, когда уже реально начались турниры в других городах, когда мы уже с командой начали потихоньку ездить по России, по разным местам, там даже выбирали за границу. И уже тогда я начал осознавать, что это уже переходит как будто в жизнь мою, которую я хочу провести в этом виде спорта. Да нет, я понимаю, что у всех по-разному, но как-то мне это не мешало. Понятно, у всех есть этот интерес, познакомиться, с кем-то пообщаться, но я в пределах разумного всегда пытался совместить это и никогда не пытался отойти от футбола ради какой-то девчонки. Потому что я считаю, что все равно на первом месте сейчас должен быть футбол. Ну да, так получилось, что в детстве как-то раз у мамы дома нашел золотую медаль. Но это как-то отложилось, у меня захотел тоже как-то. Мама если получила, значит я смогу вот. И с первого класса пошло вот это стремление к золотой медали. Изначально я не думал о ней, понятное дело. Там начальная школа, просто хотелось учиться на отлично, быть просто лучше всех. А уже потом я начал осознавать, что если я уже проучился, например, первые пять классов на отлично, почему бы и дальше не продолжить. Уже ближе к ЕГЭ, когда уже надо было принимать какой-то выбор, уделять максимальное количество времени учебе, любое свободное время именно уделять какие-то конкретные предметы, которые надо сдавать по ЕГЭ. Я понял, что не хочу, чтобы время, которое я потратил в детстве, было напрасно. И решил, что надо все-таки до конца дойти этот путь и закончить эту золотую медалью. Учитывая, что у тебя золотая медаль, в обществе существует стереотип, что футболисты все недальновидные. Обижает ли тебя такие вот? Да, понятное дело, я много раз слышал это. И всегда, когда читаешь какие-то статьи других игроков, которые не могут связать какие-то предложения, читаешь и думаешь, блин, ну как так? Все равно образованный человек, я считаю, что в 21 веке это уже модно. И любой человек, спортсмен, неважно кто он, чемпион мира, он все равно должен заниматься собой во всех сферах. Не только в спорте, но и уже читать книги, быть разносторонним, смотреть новости, увлекаться всем. И тогда, я думаю, люди будут менять свое мнение насчет спортсменов и футболистов. В начале у меня вообще в эти статьи все пятерки. По всем предметам? Да, ну потому что, как бы, правила получения золотой медали с течением времени всегда менялись. И когда я уже выпускался, было так, что у тебя в эти статьи обязательно должны быть все пятерки. И ЕГЭ ты должен сдать русский математику за 70 баллов. А так как я сдавал профильную математику, она, как бы, намного сложнее базовой. Мне пришлось, как бы, упорно готовиться к ней, там, потому что профиль это намного сложнее, чем база. И приходилось, там, раньше приходить в школу, там, за час, за два, и сидеть с учителем по математике, лишь бы сдать за 70 баллов. И так же и русский, в любое свободное время, там, если был у меня, я приходил пораньше в школу, чтобы подготовиться. Началось все с того, что в Академию Спартака меня приглашали, как нападающего центрального. Вот. Ну, да. Приехав сюда, ну, тренер, ну, тренер тогда был Алексей Леонидович Лунин. Он уже наблюдал, смотрел и решил меня уже перевести на левый фланг атаки. Там одно время я поиграл, потому что в центре было очень много народу. И все равно после Воронежа, когда уровень совсем разный, команды, которая была там, и Академия Спартака, было очень тяжело конкурировать с ребятами, которые играют в середине поля. Они все равно действуют с мячом намного быстрее. Я просто поражался, с какой скоростью ребята там могут перемещать этот мяч, контролировать. Вот. И поэтому я, как бы, играл слева в атаке. Потому что, как бы, помимо того, что я владею хорошо правой ногой, еще и левый мог там что-то сделать, там, подачу или передачу. И первое время играл там. Потом уже, когда я подрос, Алексей Леонидович перешел в молодежку, и к нам пришел новый тренер. И получилось так, что наши два центральных защитника получили травмы. Ко мне тренер подошел и спросил, не хочешь ли попробовать центрального защитника? Конечно, я там ответил, что да. Потому что не имеет значения, какая позиция, лишь бы ты находился на поле и помогал команде в полной мере. Вот. И потом уже центральным защитником я долгое время играл, играл. И реально мне понравилась эта позиция, где ты можешь спокойно контролировать мяч, ты должен видеть все поле, ты можешь отдать передачу. И твоя голова должна работать по полной. Вот. Ну и со временем уже там начал выдвигаться все выше и играть опорника. Потому что тоже в опорке это всегда люди, которые должны очень быстро думать на поле. Как говорят даже Михаил Михайлович, здесь то, что все должно быть в такт. Раз-два. Ну, кайфую прямо это опорником. Потому что все равно ты чаще с мячом, ты постоянно у тебя азарт, то, что ты перемещаешься. Да, там намного энергозатратнее и тяжелее там работа. Потому что ты должен покрывать большое расстояние. Но в связи с тем, что ты покрываешь большое расстояние, ты и с мячом дольше на поле находишься. Я думаю то, что как бы уже заведено, то, что «Спартаковский футбол» – это пас с низом. И в Европе все команды пытаются играть низом. И через передачу там средний короткий пас. Вот. Именно это мне только нравится. Понятное дело, каждый игрок должен обладать длинной передачей. Потому что даже при «Спартаковском футболе» имеет значение, точнее, имеет место быть длинной передачей, когда ты можешь развернуть атаку так, что вывести там игрока один на один. Ну, думаю, вот именно выбор позиций в обороне. Там игра головой и передача. Головой или головой? Да. Ну, в том и в том смысле. Я думаю, головой игра вверху, и головой в плане мыслей и развития атак. С детства, да. Я мечтал очень попасть в «Спартак». И у меня папа был заедлым болельщиком «Спартака», и он мне рассказывал, что у него в детстве также была мечта. Я думаю, много кто слышал, что дети исполняют мечты своих родителей. И так получилось, что папину я исполнил, но со временем все хочется больше и больше. И сейчас уже, да, мечта просто играть в топ-5 лиг Европы в больших клубах. Папа увидел твой дебют «Спартака»? Да, конечно. Он смотрит все матчи, без исключения, товарищеские игры и любые. Даже когда приезжает в Москву, старается посетить тренировки. Потому что с детства он всегда – это мой главный критик, который всегда пихает за любые вещи, где-то подсказывает, но в редких случаях хвалит. За что пихает в последнее время? Ну, когда я вдумываю лишнее, ошибаюсь. Понятно, это всегда все пихают за то, что ты ошибаешься, но это нормально. Человек – это не робот, всегда ошибаются, все ошибаются, даже игроки топ-клубов. Ну, и все равно у него, когда он критикует, он сразу же предлагает какие-то варианты, что можно изменить, и уже идет обсуждение в плане выбора какой-то позиции, либо решений каких-то. А на стадионе ты видел твою игру над Катериной? Да, да. И как раз получилось так, что, ну, реально на уже хороший промежуток времени я вышел в дерби с ЦСКА, и на этот матч приехал папа, мама, мой двоюродный брат. Вот. И, не знаю, я думаю, они не ожидали, что именно в таком матче получится, что я сыграю свое большее количество времени за весь сезон. Ну, ему было очень приятно. Как он мне рассказывал, то, что вот это волнение, когда меня позвали к скамейке переодеваться, это просто… то, что сердце просто выпрыгивало. А у тебя во время матча? Ну, когда мне первый раз отправили разминаться, да. Я реально заволновался, потому что это очень важная игра, как-никак это дерби, и… Центральный защитник – это такая позиция, что любая твоя ошибка может привести гол, потому что ты последний… ты находишься в последней линии перед своими воротами. Но спустя время, там, где-то 10 минут, ты прогнал все мысли. Почему нет? Я тренируюсь с этой командой, я реально в каких-то моментах могу быть лучше кого-то или еще что-то. Вот и со временем успокоился и вышел уже с холодной головой. Я считаю, что все дерби – это реально очень важные матчи. И ЦСКА – это как вот одна из вот реально важных дерби нашего клуба, так сказать. Поэтому я думаю, что одна из. Я думаю, Зенит. Потому что помимо того, что это дерби, это еще битва двух больших городов – Москвы и Питера. Да, ну, как я и сказал, то, что все равно уже мечтаешь просто попасть в какую-то топ-команду, но для этого надо реально расти, работать над собой. Это реально очень тяжелый труд. Ну, с детства болею за Реал, из-за команд, которые находятся за границей, поэтому мечта там оказаться. А Анастасия Гбернабеу бывал? Нет, еще. Ну, кумиром был, так как я болел за Реал Мадрид, Криштиан Роналдо. Потому что все равно это человек, который развил, во-первых, свой талант просто до таких пределов. Иногда смотришь, но не понимаешь, как человек может достичь такого. Понятное дело, в детстве, может, я как-то не переносил Лионеля Месси, потому что это, как, это же враг главный Криштиан Роналдо. Как ты и сказал, да? Да, да. Вот, но сейчас я все равно восхищаюсь им просто. Это два игрока, которые, я считаю, что в будущем они будут самыми главными легендами. Ну, мне очень понравилось, вот мы когда играли с Зенитом, там на выезде, мне очень понравился Ракицкий Лоурен. Реально люди, которые уже с большим опытом, все очень рассудительно делают и с таким спокойствием. Даже не брать во внимание, что это Зенит, просто учитывая, что это игроки реально высокого класса. И всегда хочется, там, как-то перерасти и всегда берешь у всех. Не важно, человек играет за твою команду или за другую, у всех ты пытаешься взять только самое лучшее. Поэтому, да, понравились очень. А в опоре? В опорке, ну, так мне зоба нравится очень, по работоспособности и то, что я вижу в тренировках всегда. Вот. А из других клубов, ну, наверное, Бариус тоже. Человек настолько спокойный с мячом, настолько... Просто на него смотришь иногда и думаешь, что кто-то за него играет в FIFA. Ну, видит все поле спокойненько, там, без ошибок. Вот. Первый – это вот чемпионат Европы 2008. Потому что я тогда еще был, я был в семь лет, и я был в деревне, и родители сидели, а я бегал, что-то с мячом как раз кружился и смотрел этот матч. И меня просто поражало, как наша команда, наша сборная достигла таких результатов. Я смотрел на Голландию, и папа мне рассказывал, какие там игроки играют. Я не знаю, какое-то чудо случилось, что реально наши вышли, и вышли с позиции силы на этот матч. Я как помню этот матч, прям вот, каждую минуту я сидел, смотрел, что как делает, кто как делает. И я понимал, что наша сборная сильнее на тот момент. И реально вот это отложилось, гордость за нашу страну, за нашу сборную, за наших ребят. И последнее это вот с Испанией. Реально, как говорится, дисциплина побеждает класс. Вышли и бились друг за другом, бились за страну. Не было того, что кто-то выпал там. Даже если кто-то выпадал, все бились за него, и он уже попадал в обычный ритм этой команды. Тренер той команды Гус Хидинг тебе довелось поработать с ТДСК. У них есть нечто общее, опять-таки, я сужу от тебя, что говорят люди, они хорошие психологи. Кто круче Хидинг или ТДСК? Ну, так как с Хидинг у меня не работал, как бы, но ТДСК, да, он умеет подобрать правильные слова и нужные. Он очень много уделял временам, молодым ребятам, потому что это реально важный момент, когда человек приходит из, ну, юношеского, детского футбола, молодежного, возрослый. Надо подобрать правильные слова, там, подбодрить, где-то реально напихать. И он всегда умел сделать то, что надо в тот момент. Когда ты там можешь, там, что-то реально потерялся вообще и не можешь вообще собраться с мыслями, он реально подойдет тебе один на один, отведет в сторону и поговорит с тобой. И ты вернешься обратно в клею. Думаю, да. Все равно все развиваются и те условия, которые сейчас для молодых ребят, я думаю, то, что вполне возможно. И тот подход, который уже в молодежных командах, он уже совсем другой. Тот подход уже во взрослых командах к молодым ребятам тоже совсем другой. И то, что рассказывают реально уже взрослые игроки нам, делятся своим опытом, рассказывают, как при них было, когда они были молодыми. Я понимаю, что сейчас это реально уже те условия, при которых ты можешь показывать уже высокий результат в таком возрасте. Думаю, что вполне возможно, что вот это новое поколение превзойдет. Ну, в плане музыки вообще разносторонний, но реально вот от кого прям фанатею это вот Мияги. Ну, я понимаю, да, понимаю, что сейчас много кто слушает этого Мияги, и все говорят, что он просто любимый, но он реально сейчас, на данный момент, я считаю, что он лучший в этой сфере у нас в России. Понятное дело, у всех разный вкус, кому-то не нравится его музыка, я говорю только за себя и за спортсменов в основном, потому что у нас в музыке, я думаю, у всех примерно одно и то же. Все смотрю, потому что всегда хочется провести время, посмотрев что-то, особенно в самолете, когда ты летишь, там, либо книгу читаешь, либо кино смотришь. Ну, фантастика нравится очень, с самого детства, блин, аватар вот понравился, и я все. Я считаю, что это, наверное, самый лучший фильм, и потом вот тут эта трилогия Мстителей, это просто. Все равно уже, как бы, я осознаю, насколько это тяжелая работа, довести его с самого первого фильма, мысль. И до последнего момента ты сидишь и ждешь, что может случиться, и не понимаешь, не можешь предсказать. Вот реально считаю, что аватар и Мстители – это самый лучший. Кто любимый герой вселенной Марвел? Марвел? Железный человек. Какой фильм из последних, который ты видел? Последний? Из последнего, вот именно там месяц-два, что видел, что произошло? Огонь с Хабинским. Просто поразил мне очень, реально тронул. И я понимаю, что, может, это какая-то реально жизненная история, то, что так и в реальности происходит, и люди погибают ради спасения других жизней. Им очень тронуло, и я прям был восхищен. Ножик. Веревка. И мяч. В этом плане все ем и все нравится. Потому что, если вкусная еда, мне кажется, неважна какая это кухня, если она тебе нравится. Поэтому я не выбираю определенную страну, чтобы поесть ее кухню. Поэтому нет привилегий каких-то. Любимое блюдо в Альбе? Любимое блюдо, любимое блюдо. Тирамису мама делает вообще просто. Где вкуснее, в Тарасовке или в Новогорске? Провокционного пасика. Как думал, как думал. Не везет. Так. Я скажу так, что тарасовский борщ точно нигде вкуснее нету. Ну а так, там и там очень вкусно и нравится все. Побывать в Америке хотелось бы. Все равно Кремниевую долину хотелось бы посетить очень. Вот, а так, учитывая, что мы ездим очень часто за границу и видим эти страны, все равно я каждый раз пытаюсь посмотреть что-то. Если есть свободное время куда-то сходить и реально изучить эту страну и посетить там какие-то главные достопримечательности. В Бразилию тоже, особенно когда вот эти карнавалы у них проходят, вообще просто. Когда люди на улицах реально радуются жизни и вообще забывают обо всем, хотелось бы тоже туда съездить. Совпадают. Потому что на данный момент, что... На данный момент считаю, что футбол это моя жизнь. Поэтому не может как-то они не совпадать. Я все понимаю, что футбол не вечен и... Ну, на данном этапе, что я могу сделать для этого? Просто получать образование, которое мне позволит потом уже. Либо пытаться как-то... Наверное, инвестировать во что-то и откладывать, чтобы уже потом заниматься тем, что нравится. И ни в чем себе не отказываться. Ну, на данный момент я не представляю жизнь без футбола. Просто, чтобы отойти от этого, все равно хотелось бы там начать уже тренерскую карьеру после футбольной. Вот. Может там академию свою открыть. Самый крутой... Финал чемпионата России. Мы в 2001 году долго не могли выиграть. Два финала... Точнее, полуфинал. Первый год, когда это был чемпионат, мы проиграли локомотиву в полуфинале. На следующий год в Волгограде мы проиграли локомотиву в финале. И на третий год мы играли с локомотивом в финале. И я просто не представлял, что может быть, если мы снова проиграем. Ну, вот мы выиграли, и это были незабываемые эмоции. Я думаю, Харламов. Хоккеист? Да. Ну, во-первых, то, что вот после вот этого просмотра фильма «Легенда номер 17» я узнал о его жизни. И реально, я понимаю, что там не все показали. Но хочется вживую как-то... Хотелось бы, конечно, пообщаться с ним и узнать те моменты, которые я не увидел в фильме. Ну, все равно, понятное дело, он мне пришел первый в голову, потому что как-то вспомнил о нем. А так, я думаю, что много людей известных и реально, которые внесли, наверное, в развитие спорта нашего, очень много, я думаю, со всеми хотелось бы пообщаться. Я думаю, что не только мы в таком положении, и сейчас возраст изменился, и много игроков уже по возрасту не проходит, молодежные команды. Поэтому, я думаю, все команды также меняют свои составы, вносят какие-то корректировки. Всегда и всегда надо настраиваться только на самый лучший результат и верить в свою победу. Я думаю, наша команда готова к этому. Учитывая то, что сколько работы проделывают со стороны тренерского штаба, почему бы и нет. Мы такие же игроки, как они, если выходить с позиций силы, и все возможно. Ты смотрел матчи чемпионат Европы предыдущего созыва? Да, конечно, потому что это ребята уже ближе ко мне по возрасту, и я осознавал, что следующий созыв уже возрастная категория, в которую я вхожу. Мне очень было интересно посмотреть за ребятами. Они уже играют все в нашем чемпионате, в первых командах. Реально переживал и волновался за них, потому что они как-никак представляют честь страны. Да никак, я просто, если честно, не считаю, что она как-то относится ко мне или еще что-то. Поэтому я не уделяю внимания этому вопросу и не задумываюсь над этим. И, честно, как по мне, я не понимаю смысла вот этого высказывания, как можно говорить, судя по нескольким ребятам, по нескольким игрокам, сразу говорить «золотая молодежь» и в приравнии к этому понятию всех. Много соблазнов уже было сейчас на данный момент? Да, и со временем они все больше появляются и уже реально больше. Но, так сказать, воспитание и понятие жизни играет свою роль и я отвлекаюсь от этого сразу же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!